В Тверской области завершается осенний призыв. На сегодняшний день план по отправке жителей Верхневоложьего вооружённой силы выполнен на 90%. Как отмечают в областном военкомате, пандемия коронавируса серьёзно осложнила ход призывной кампании этого года. Однако срывы в формировании командного бранцев из нашего региона удалось избежать. Подробности в материале нашего корреспондента. Главная задача, которая стояла перед областным и районным военными комиссариатами в ходе нынешней призывной кампании, свести к минимуму риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции среди новобранцев. И с этой задачей, считает военный комиссар Тверской области, Игорь Янин, удалось справиться. Помог выработанный Министерством обороны Российской Федерации чёткий поэтапный план действий при работе с призывниками. Военные комиссариаты и призывные комиссии муниципальных образований Тверской области на 100% обеспечены медицинскими масками, бесконтактными термометрами, лампами для кварцевания кабинетов, специалистов, защитными очками, бахилами, медицинскими перчатками и инфицирующими средствами. Минимизируется общее количество граждан, вызываемых на призывные комиссии муниципальных образований. В первую очередь её проходят граждане, которые могут быть реально призваны и отправлены в войска силы. Все призывники, которые прибывали на сборный пункт, проходили экспресс-тестирование на коронавирус. Если тест был положительным, зараженных новобранцев изолировали от остальных. За всё время призывной кампании, рассказывают в областном военкомате, положительный анализ был выявлен у четырёх человек. Те, кто контактировал с больными, были возвращены к месту проживания для прохождения дополнительного тестирования. По завершению которых в установленные сроки и после повторного обследования они будут направлены в формируемые команды для отправки вооружённой силы и другие воинские формирования. Особое внимание было уделено и доставке молодого пополнения к местам несения службы. Весь автомобильный транспорт в обязательном порядке дезинфицировали. А в отдалённые регионы новобранцев доставляли по железной дороге отдельными вагонами или даже эшелонами. По прибытию в воинскую часть молодое пополнение помещается на карантин сроком на две недели. Таким образом принятые меры позволяют эффективно минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, констатирует в областном военкомате, план по отправке призывников из Тверской области вооружённой силы России выполнен на 90%. До конца года, а завершится призывная кампания Акурат 31 декабря, будет сформировано ещё несколько десятков команд. Ближайшая отправка намечена на среду 16 декабря. В день освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков 10 уроженцев Верхневолжья пополнят ряды президентского полка в Москве. Но об этом наш телеканал расскажет в эту среду. Подробности также читайте на сайте Panorama.pro. Продолжение следует...